Хотят именно этот участок снести, все, разобрать, чтобы здесь не было. Освободить участок земли от железнодорожного пути – таково решение арбитражного суда Алтайского края. Эта городская земля суд усмотрел на участке признаки самовольной постройки, подъездного пути. Однако Константин Скворцов говорит об обратном и показывает документы о правах собственности на железнодорожный тупик. В итоге земля города, имущество частное. Сейчас мужчина борется за сохранение тупика и через суд пытается добиться аренды земельного участка, чтобы продолжить бизнес. В тупик вообще проводился капитальный ремонт данного сооружения с целью поставки энергетических ресурсов, то есть угля, по более низким ценам для населения. В этом году мы уже не можем поставлять уголь, поскольку у нас уже судебные тяжбы зашли до такой степени, что уже тут приезжают приставы, сносить все это быстро-быстро. Поэтому я не могу ставить сюда уже вагоны на этот объект. Юрист Скворцова рассказала, что они неоднократно выигрывали в суде возможность на предоставление участка в аренду ее клиенту. Четвертый раз нами сейчас подано заявление о предоставлении данного земельного участка. Ну не знаем, какая там будет причина опять придумана. Вот нами в данный момент подано плюс еще заявление в прокуратуру и в следственный комитет на злоупотребление правом, потому что именно администрация – это единственный орган, который может предоставить земельный участок. Но ситуация непростая. Земельный участок Скворцова мэрия может предоставить, только выставив его на торги. Но сделать это администрация не может, потому что участку нужно вернуть в первоначальный облик. Это уже должен делать человек, который сегодня платит аренду за эту землю, еще один бизнесмен. Но Скворцов не позволяет ему снести свое имущество. Но есть судебная экспертиза, которая говорит о том, что на дату передачи земли тупик находился как минимум полгода. Спутниковые снимки, которые они просто игнорируют. То есть суды, как бы первой инстанции, конечно, этой экспертизы не было, и поэтому были приняты такие решения. Но по словам юриста администрации, бизнесмену, который сегодня арендует участок, передавали землю без ЖД тупика. Если мы говорим сегодня о том, что в этом запутанном и сложном деле есть какое-то предвзятое отношение, то я хочу заверить и наших слушателей, и вас, как компанию, которая занимается этим вопросом, что никакого незаконного отношения со стороны администрации нет абсолютно. Более того, мы стараемся осторожно и объективно разобраться во всех хитросплетениях этого непростого дела. Сейчас администрация города вновь вышла в суд с требованием аннулировать права собственности Скворцова на железнодорожный тупик. Хотя, возможно, вся эта запутанная история могла бы закончиться куда быстрее, если бы все стороны еще раз сели за стол переговоров. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин.